Мощная политическая сила для решения важных задач. Партия «Единая Россия» провела ежегодный съезд. В нем принял участие президент России Владимир Путин. С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичик. Россия должна быть молодой, динамично развивающейся и конкурентно способной. Об этом на съезде партии «Единая Россия», который прошел в Москве, заявил президент страны Владимир Путин. Для достижения поставленных целей необходимо работать над сбережением нации, снижать смертность и увеличивать продолжительность жизни, улучшать здравоохранение, развивать комфортную городскую среду и среду проживания на селе, продолжать поддержку малого и среднего бизнеса, ликвидировать очереди в ясельные группы. Для решения масштабных задач, отметил глава государства, нужна мощная объединяющая политическая сила. «Единая Россия» выполнила и продолжает выполнять эту задачу. Прошедший съезд партии «Единая Россия» его участники назвали самым масштабным. В нем приняло участие более 700 делегатов и столько же журналистов. Съезд начался с работы дискуссионных площадок. На семи рабочих платформах, которые были разбиты по разделам программы партии, подвели итоги первого года реализации программы и обозначили планы на следующий год. «Знаете, ведь партию «Единая Россия» создавал президент Путин в 2001 году. И он тогда честно сказал, что мне нужна надежная политическая сила. Нужна та точка опоры, которая позволит без конъюнктуры, без лицемерия, без популизма реализовывать вот этот пошаговый план действий. И, собственно говоря, в этом и есть ключ к успеху нашей партии. И наши программные действия, они всегда качественно отличаются от других партий именно тем, что мы принимали обязательства, которые исполняли. Ирина Яровая, выступая на площадке «Качество государства», отметила, партия может заявлять о том, что в России такие ключевые конституционные качества государства, как суверенитет, демократия, социальное правовое государство, являются правилом жизни, потому что все это ориентировано на граждан страны. Участники дискуссионной площадки сформулировали предложение по повышению качества жизни граждан и защите их прав. В их числе упрощение допуска наблюдателей на избирательные участки, информирование населения о предусмотренных льготах для многодетных матерей, повышение качества работы госорганов, недопустимость повторного возврата документов при получении госуслуг и другие инициативы. Ряд моментов очень важных, которые, я считаю, были на этой дискуссионной площадке освещены, это минимизация всех бумаготворчества, это переход на цифровые услуги, всяческих отказа от справок, доступность, чтобы человек, не выходя из дома, мог получить качественные государственные услуги при помощи цифровых технологий. Это один из аспектов. И это не только налоговая законодательство, что вот сейчас активно продвигается, это судебная практика, чтобы также гражданин мог в рамках цифровой экономики, в личного кабинета смотреть и судебные решения исполнять. Это очень качественный сдвиг государства. Аварийное жилье и капитальный ремонт, строительство нового комфортного жилья, а также эффективность управления многоквартирными домами и комфортная городская среда стали ключевыми темами на дискуссионной площадке «Быть хозяином в собственном доме». Сегодня исполнение программы по расселению из ветхого жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, составляет 99%. Отстающие регионы, а таких на сегодняшний день 8, должны завершить исполнение программы в следующем году. На особом контроле партии находится и программа по капитальному ремонту домов. На сегодня в стране мы вышли практически на те плановые цифры, количество квадратных метров и количество многоквартирных домов, которые должны ремонтироваться каждый год. То есть мы вышли на проектную цифру, это порядка 45-49 тысяч многоквартирных домов каждый год, порядка 150-170 миллионов квадратных метров. Сегодня региональные наши программы выполняются в среднем по стране на 80%. То есть 20% каждый год идет недовыполнение программ регионального капитального ремонта. Павел Качкаев отметил, партия продолжит мониторинг и контроль функционирования региональных систем капремонта. Особое внимание будет уделено вопросам финансовой устойчивости региональных систем капитального ремонта и, собственно, качеству самого ремонта. Кроме этого, партия поддержит законопроект, который позволит гражданам перечислять оплату за коммунальные услуги напрямую организациям-поставщикам, минуя управляющие организации. Законопроект о прямых договорах потребителей с ресурсообеспечивающими организациями будет рассмотрен Госдумой весеннюю сессию 2018 года. Говорили на площадке и про управление многоквартирными домами с собственниками. На площадке были озвучены лучшие практики регионов. Что сделано, какие ошибки, куда мы идем дальше. Были озвучены планы на дальнейшее развитие. И вот одна из участниц озвучила такую проблему, которая на сегодняшний день столкнулся, их регион. Это мы стали собственниками, но еще пока не стали хозяевами. И сегодня эта проблема звучит во многих регионах. И наш регион не исключение. И я считаю, что это и сегодня является определяющей задачей на дальнейшую нашу работу. Определили задачу на дальнейшую перспективу и на площадке «Здоровое будущее». Ее участниками была озвучена необходимость дальнейшего повышения подушевого норматива при подготовке врача в университете, а также распространение положительного опыта ряда регионов по социальному пакету молодым специалистам, выделение жилья, в том числе при расширении реализации программы «Земский доктор». Также необходимо повышать доступность и качество первичной медико-санитарной помощи, развивать санитарную авиацию и скорую помощь. Затронули на площадку и тему закрытия ФАПов и реорганизации медицинских учреждений. Прежде всего, конечно, обсуждались вопросы ликвидации и реорганизации медицинских учреждений. Так вот, основная, наверное, задача, которая сейчас стоит, которая обсуждалась, это прежде всего, чтобы любые вопросы реорганизации учреждений, ликвидации учреждений, это ФАПов, участковых больниц, в любом случае согласовывались с жителями. Потому что все понимают важность и актуальность этого вопроса, потому что это, прежде всего, оказание в срочном порядке медицинской помощи. Поэтому такие вопросы, они мало того, что должны обсуждаться с жителями, но они еще и, в принципе, необходимо принимать такие решения, чтобы наши участковые больницы все и ФАПы максимально сохранить. Выполнение программы партии – важнейшая задача. Об этом уже во второй день работы съезда в рамках пленарного заседания заявил руководитель партии Дмитрий Медведев. Мы оптимизировали существующие проекты, начали четыре новых проекта. Я их назову, потому что они действительно пользуются большой популярностью. Это городская среда, парки малых городов, местный дом культуры, театры малых городов. Все они помогают решить многие застарелые проблемы. Сейчас все партийные проекты прошли аудит. У каждого есть дорожная карта, определены конкретные сроки. Как только проблема решена, нужно приступать к решению новых задач. Мы обсуждали с коллегами, я поддержал предложение оставить 14 из 25 существующих проектов, и укропить проекты со схожими задачами. Это позволит улучшить систему администрирования проектов и финансирования тоже, и сконцентрироваться на самых актуальных и значимых вопросах. Единая Россия заслужила лидерство реальными делами в интересах граждан, на благо регионов, на благо всей страны. Об этом заявил и президент России Владимир Путин, отметив, что пройден трудный, но грандиозный путь развития. Да, мы понимаем, что, наверное, могли бы добиться большего. Так всегда бывает, когда берешься за сложнейшие задачи, когда ставишь перед собой амбициозные цели. И понятно, что если такие сверхзадачи, сверхамбициозные цели формулируются, то можно заранее быть уверенным в том, что чего-то, может быть, не удастся сделать. Но еще хуже, не ставить перед собой амбициозные цели. Тогда уж точно ничего не получится. Но при этом, конечно, главное надо честно обозначить нерешенные проблемы, настойчиво их решать, устраняя то, что мешает их не вперед. Ставить перед собой еще более масштабные цели добиваться результата. Впереди очень много важных, значимых, не терпящих отлаготостей. А все, что нам удалось сделать, это только фундамент, но не гарантия для ничего успешного развития. Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необходимость берега. Сберечь и приумножать уже достигнутые за последние годы. Выйти на задачу роста экономики выше мирового, России не позволили экономические кризисы, внешние ограничения. Но сделать это нужно обязательно, отметил Владимир Путин. Причем Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших глобальных экономик, но и приблизиться к уровню передовых стран по ВВП на душу населения. Именно этот показатель говорит о качестве технологической экономики, уровне производительности труда и о благосостоянии людей. Владимир Владимирович в своем выступлении поставил задачу прорывную. Нам надо выйти в экономике на новый уровень. Мы должны войти в пятерку самых развитых в экономическом отношении стран. Я считаю, что так и должно быть. Потому что если наша большая страна не будет ставить перед собой амбициозных задач, то мы неизбежно потеряем лидерство во многих, скажем так, отраслях знаний, во многих прорывных вещах, о которых сейчас все говорят, хай-тек и так далее, цифровая экономика и все, что с этим связано. Россия должна быть молодой, динамично развивающейся и конкурентно способной для достижения поставленных целей необходимо работать над сбережением нации, снижать смертность и увеличивать продолжительность жизни, улучшать здравоохранение, развивать комфортную городскую среду и среду проживания на селе, продолжать поддержку малого и среднего бизнеса. В этой повестке развивается и Ненецкий округ. Многие вот эти цели выступления президента мы постарались учесть при рассмотрении и принятии окружного бюджета на следующий финансовый год, 2018. В частности, порядка 60% всех средств окружного бюджета у нас пойдет на образование и здравоохранение. Мы продолжаем строительство детских садов, чтобы действительно все детские у нас от полутора лет уже имели возможность посещать детские сады. Мы сегодня продолжаем строить и современные здания школ. И в том числе мы постарались решить такой больный вопрос, как начало строительства школы в Нельминосии. Мы заложили более 11 миллионов рублей на проектно-смертную документацию в этом национальном поселке. Мы выделили порядка 2,5 миллиарда рублей на социальную поддержку населения округа. При этом сохранили все меры социальной поддержки, которые сегодня оказываются нашим жителям с учетом соблюдения адресности и нуждаемости. И ряд социальных выплат мы проиндексировали на 4%. Определяя задачи развития, необходимо принимать своевременные решения, какими бы спорными они на момент их принятия не казались. Это в своем выступлении подчеркнул Владимир Путин. При этом самое главное – уметь объяснить людям, что и для чего делается. Четко прозвучало, что партия работает для людей, в интересах людей. И это единственная партия, которая несет ответственность перед людьми, давая отчеты о своей деятельности. Ни одна другая партия такие отчеты массовые, обсуждения не делает. Ну и, наверное, то, что у нас в округе реализуются наши проекты, это весьма и весьма значимо. Мы будем их расширять. И я думаю, что в январе месяце на заседании регионального полицсовета мы рассмотрим наши партийные проекты и кое-что еще добавим с учетом, скажем так, тех рекомендаций, которые мы получили на съезде. Кроме того, Владимир Путин поставил задачу продолжить курс на совершенствование и либерализацию законодательства. В том числе, отметил глава государства, нужно убрать все нечеткие, двусмысленные, размытые правовые нормы. Президент в своем выступлении отметил о том, что нам нужно серьезно вообще разобраться с законодательством, со всей нормативно-правовой базой. Именно даже не столько на уровне субъектов, а столько на федеральном уровне, чтобы прекратить фатханалии, чтобы прекратить разгул коррупции, который сегодня имеется в государстве российском. Реализация поставленных задач должна сделать Россию страной, устремленной в будущее. И такой стране нужен сильный и безоговорочный лидер. Именно поэтому будущие выборы президента, на которых партия поддержит Владимира Путина, являются для «Единой России» главным политическим событием 2018 года. Мария Владимирова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север Москва». Они приближают праздник и создают новогоднюю атмосферу. В Наринмаре подвели итоги конкурсов на лучшее новогоднее оформление. Участниками декоративных состязаний стали 30 горожан и 10 организаций. Создают праздничную атмосферу в преддверии новогодних и рождественских праздников. В администрации Наринмара прошла церемония награждения победителей конкурсов на лучшее новогоднее убранство. Он объединил любителей декора, частных и многоквартирных домов, дворовых территорий и организаций. Как отметили члены жюри, выбирать победителей конкурсов было непросто. В этом убедилась наша съемочная группа. Я первый раз делала собаку, поэтому я не думала, что она у меня получится. С песней как-то начала и все само собой, даже не ожидала. Тройка белоснежных собак – главный элемент в снежном городке. Угодить хозяйке наступающего года Наталья Пепенцева давно хотела, но боялась – не получится. Оказалось, лепить фигурки из снега не так сложно. Главное, чтобы снег был нужной консистенции. Затем в ход идут пищевые краски, цветной пластик, мишура, гирлянды. Свою двоюру мы украшаем ежегодно вместе с детьми. Выходим на прогулку и украшаем. Все это начинается с выпадения первого снега. Пока мы делаем горку, утрамбовываем ее, наращиваем. Затем у нас возникает идея все это оформить разными композициями. Как вы видите, Дед Мороз, снегурочка, замки разные. Материала для стройки новогоднего городка в избытке, поэтому все ограничивается фантазией. Количество обитателей снежного городка будет расти. Впереди еще четыре снежных месяца. После каждого снегопада семья дружно выходит чистить двор и собирает материал для творчества. Ну это удовольствие. Это не то, что трудоемка, но делаешь удовольствие свое красивое. Вот двери, ворота у нас открыты, приходят, все смотрят. Красота на самом деле. Когда сделано, еще хочется делать, еще что-нибудь хочется делать. В этом дворе создавали новогодний декор сразу три семьи. Многоквартирный дом по адресу Комсомольская 4Б украшают второй год. В прошлом году у дома появился один олешек. В этом году еще два. Всего-то и надо – старое деревце и один свободный день. Старое дерево, потом тоненькие веточки сделать, как рога. Потом отрубить дерево и сделать стельце. А потом еще толстые веточки, как ноги. Таким нехитрым способом двор превратился в пастбище с оленями, чумом и елкой. Пока папы мастерили, мамы с детьми развешивали гирлянды. Захотелось какого-то волшебства, чтобы к нам пришел какой-нибудь Дед Мороз. Дед Мороз на самом деле к нам пришел в этом году. Мы написали письмо Деду Морозу. К нам приехал Дед Мороз. Расчистил нам за домом детскую площадку, построил горку и повесил два фонаря на детской площадке. Декоративные работы Натальи Пипенцевой и Ольги Филипповой были отмечены жюри городского конкурса «Новогодняя сказка». Его цель – создание новогоднего облика и праздничной атмосферы. Заявки на участие в конкурсе подали 30 жителей Наринмара. Создают праздничную атмосферу в городе не только жители частных и многоквартирных домов, но и различные предприятия. Третий год подряд в Наринмаре проводится конкурс на лучшее новогоднее оформление среди организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания. В этом году самым оригинально украшенным объектом признан магазин «Олешек». Внутри магазина покупателей встречают сказочные герои, бумажные балерины, Дед Мороз и радушные продавцы. Блеск мишуры и елочная зелень радуют глаз в темную полярную ночь и приближают новогодние праздники. Очень хорошо украшено праздничное, настроение сразу поднимается. Нарядный магазин – дело рук всего коллектива. Кто-то вырезал снежинки, кто-то расписывал панно и развешивал мишуру, а кто-то собирал в лесу шишки. Собирались шишки в лесу, красились в золотистый цвет, искусственная елочка разобрана. Сделали такую композицию над окном. Шишки и ветки. Всех декораторов традиционно благодарили в администрации города. В конце года там подвели итоги двух конкурсов на лучшее новогоднее оформление. Победителям конкурса вручили дипломы и денежные сертификаты, чтобы в следующем году город стал еще краше. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости вы можете также на нашем сайте по адресу www.3wtrk.sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.